Просто вот у нас в классе один мальчик очень любит девочку там одну, а она тяжело больна. И чтобы никто не знал, что это она больна, мальчик сказал, что это он болеет. Теперь собирает деньги на ее лечение. Грамотный разводняк. Да эти деньги я заболел, а справку покажешь? Вы знаете, на самом деле это не я заболел, а моя девушка. Девушка, справку покажешь? Ой, я не заболел, это я пошутил, а он поверил, ну и так далее. Денечное животное. Ну вот. Матвей Юрьевич, вы управляли автомобилем, который под эстакетой сбил девушку? Они меня казнили. Они меня угрожали. А потом на голову колесом наехали. Знаешь, знаешь, как больно. У меня голова сразу вот так вот на две части. У меня голова лопнула. Острое посттравматическое стрессорное расстройство. И уже на фоне стресса дебютировала шизофрения. Видимо, была предрасположенность. У меня голова на две части лопнула. Мне ее теперь надо держать. Понимаешь? Мне ее держать теперь надо. Они мне угрожали все. Вы понимаете? И голова лопнула. Лопнула. Матвей, ты живой? И голова у тебя целая. Я же вижу. Напрасный труд, Игорь Андреевич. Вред тем и прекрасен, что в нем нет логики и быть не может. Переубедить такого человека невозможно. Он все ваши доводы использует по обратному значению. Понимаешь, ты? У меня голова лопнула. Понимаешь, лопнула. На две части лопнула. Понимаешь? У меня голова болит. Они мне на нее наехали. Они косили меня. Они меня косили. Они меня косили. Косили они меня. Они меня бьют. Может, его действительно напугали. Мало ли. Может, угрожали. Вы что, действительно думаете, что его собирались казнить? Что за второй пациенткой? Такая же? Ну, там все гораздо проще. Идемте. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Доктор говорит, вы все время молчите. Хотя язык у вас на месте. Может, вы по-русски не понимаете? Я ведь могу и с переводчиком прийти. Не надо? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, вы, доктор, боитесь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не боитесь? Хорошо, я вас понял. Можете только кивать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы помните день, когда ваш водитель под эстакадой сбил девочку? Не помните. Совсем ничего не помните. Хорошо. Вы помните, как и почему вы оказались в этой больнице? Вас кто-то напугал? Может, вам угрожали? Вас пытались наказать? Казнить? Вас пытались казнить, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, все понимаю, но здесь так разговаривать нельзя. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Извините. Продолжайте. Тихо-тихо. Спасибо за помощь. Я еще вернусь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Опять хамятишь? Отстань. Лучше скажи, почему такая секретность? Почему надо было адрес больницы у меня узнавать? Своей ненаглядной. Не мог спросить? Я спрашивал. Чуть не убивала, наорала. Да ладно. Мне что, теперь бояться? Тебе помолчать. Как рыба. Как ужасно голодная рыба. Может, вечером где-нибудь перекусим? Не могу. Вечером встречаюсь со своей магией. Красивая. Ну, так сказать. Мальчишка 17 лет. Крюков-то из врачей. С тебя посадят. Крюков, Игорь Андреевич. Как уже? Вам придется проект с нами. Аньки, звони. Ваше руководство в курсе. Прошу машину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Догадываетесь, зачем я вас пригласил? Не догадался, что это было приглашение. Ой, ладно, извиняться, я не стану. Так догадывались, почему вы здесь? Ну, может, потому что вы пытаетесь помешать расследованию? Да ладно, буду я так подставляться. Короче, капитан, давай начистоту, как мужик с мужиком. У тебя дети есть? Кажется, нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ни дуги не было. И вдруг дочь объявилась. И я не хочу ее снова потерять, понимаешь? Понимаю. Только я тут при чем? А я при чем? Ну, давай, ты же меня искал. Вот он, я спрашивай. Ну, страсть. Это же вы первые этим делом начали интересоваться. Ну, правильно, в этом классе моя дочь учится. И тут, бац, одна девчонка гибнет. Потом директор помирает. Потом мучилка из окна выбрасывается. По-твоему, это странно, что я беспокоюсь? Да нет, все довольно логично. Короче, капитан, налицо обычное недопонимание. Мой интерес к вашему расследованию ограничивается интересами моей дочери. Сразу говорю, держу его на контроле. Есть у вас какие-то соображения по делу, которыми уже можете поделиться? Нет. Пока ничего конкретного. Честно. Понял. Вопросы ко мне есть? Нет. Пока нет. Сказали, до конца недели газа не будет. Горячая вода вообще неизвестно, когда появится. Бедный повержен везде. Знаешь, кто сказал? Овидий. Ничего, потерпи, мам. Сейчас я школу закончу, заживем с тобой. Терплю. Мужичок-то мой. Так с участковым-то о чем вы говорили? Да так все, как ты вокруг да около спрашивал, есть ли девушка у тебя. Да как ты в школу попал. Телефон твой отдал. А про стихи ты ему сказала? Не надо было, да? Прости. Максимка, а кто такая Истомина? Да никто, мам. Телефон. Да. КОНЕЦ КОНЕЦ Обидела она вас, Анастасия Николаевна? Максим, перемена началась. Иди, пожалуйста. И башку оторву. За что? За вас. Максим! Да. Слушай, давно хотел спросить. Я в последнее время нахожу у себя стихи. И что? А ты не знаешь, кто бы мог их мне писать? Не знаю. Очень жаль, что ты не знаком с автором. Ты мог бы передать ему, что мне очень нравится. Вы серьезны? Ну, только это. Не говорите никому, пожалуйста. Нет, я только тебе. Знаешь, я... Я хотела тебе сказать, что сердце никогда не бьется зря. Даже если тот, кого ты любишь, не испытывает к тебе тех же чувств, то ему все равно это очень нужно. Всем нужно, чтобы их любили. Руся. Если ты по-прежнему хочешь быть хирургом, ты должен понимать, что главное в этой профессии это вопрос высокой внутренней дисциплины. Когда ты каждый день отвечаешь за жизнь людей, ты по-другому относишься к собственной жизни. И распорядок дня... Пап... Во-первых, я давно не хочу быть хирургом. Резать людей на антрикоты я могу и без высшего образования. А во-вторых, я думаю, когда от тебя зависит жизнь человека, ты не особо паришься на режиме дня. Как-то ты не хочешь быть хирургом. Какие антрикоты? Руся, твой дед был хирург. Я, в конце концов, и под камнем. Я открою. Подожди, а кто это может быть? Кто может быть в такое время? Макс, ну что ты, девочка? Кто мою мобилу Крюковую отдал? Барк тебе не передал? Так и Барковский взял? Да, он сказал, что через полчаса встречи он тебе сам передаст и... А для тебя все, что он сказал, закон, да? Для вас, для всех баранов... Макс, ты чего? Я тут при чем? Ты мне сейчас все расскажешь, понял? Что в спортзале было? От начала и до конца. Давай, 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 давай! Настенька зашла, что-то буркнула. Мы занимались, она вышла, все. Нет, ну все, иди сюда. Что-то вы все знаете, только не говорите. Ну ничего, я из вас выбью. Нет, не выбьешь. Ага. Почему? Потому что мы в спортзе, а ты нет. Руся, Руся, все нормально? Ты еще долго? Да, сейчас иду, пап. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Худи, если я не шпай, с первого класса. Довженко в девятом пришел. Он откуда-то с Урал приехал. Хотел поступать в спортивный интернат, не сложилось. Не знаю, почему. Может, денег на взятку не хватило. Ааа, Марат. Тоже с первого. Юра с... Про Юру я знаю. Девочки, что ли? Девочки. Шорина с первого класса. Суворова. Кристина тоже с первого класса. Пали, по-моему, в четвертый. Это точно он! Стёпа, кто? Папа! Папа! Папа, ты где был? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...